ну что поглядим чё тут дальше будет интересно же текущий путь пусть течет дальше под нашим под нашим намерением добро пожаловать назад ну как все прошло нормально чё теперь ну зависит у тебя есть вопросы или ты просто хочешь как в следующие приключения сразу так опа и там у меня есть у вопрос мы же хотим эту игру раскрыть да да все ее подоплеку давай задавай кто или нет что ты такое нас просим я являюсь продуктов твоего воображения как и все остальное включая тебя самого кто тогда дал тебе имя ульрих ты я не помню этого воспоминания это всего лишь эхо увядающего настоящего увядающего до тех пор пока ты не перестанешь слышать это эхо совсем есть ли еще вопросы почему ты здесь ты хотел чтобы я был была здесь ну в смысле любая машинерия нуждается в юзерфрендли руководство так ведь ну да я что-то вроде того функция помогающая тебе понять что ты есть и как иметь с этим дело ну ладно пойдем дальше все больше складывается впечатление что для автора этого произведения с элипсизм победил такая странная концепция что это друзья что ты имеешь в виду здесь есть другие настолько с настолько же сложными комплексными жизнями как и моя они ходят кругом с их собственными мечтами и желаниями я просто не могу это все осознать вот есть они вот здесь прям передо мной и они получают удовольствие от моей компании получаешь ли удовольствие от их компании не знаю иногда конфирмировать на пробел текущее событие называется глава не глава этап симпатично о какой китера дышит своим ртом что удивительно я тоже иногда дышу ртом как собачка ну когда там носу сложно дышится всяко же бывает так а ты кто кто-то рыжая пистил у нас кончились дерево и нитки мы вышли в деревья и что-то делаем супер-дупер мега-баммер ты потерявшаяся душа привет меня зовут пистил приятно встретиться привет так где я и что ты тут делаешь такой дурачок ой а я строю плод да она все таки нуждается в дереве тем что связывать тем чем связывать бревнышки для того чтобы плод получился ну я все еще не начала его строить плод а зачем он тебе ну ты видишь реку вон там я думаю что если я построю плод я смогу пересечь реку и спуститься вообще по ней так ты тоже хочешь или нет ну конечно почему нет что тебе нужно как тебе помочь отлично нам нужно немножечко деревья и немножечко блин чем связывают не лианы не нитки ну в общем вот 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 ты понял о чем я вот видишь тут большой такой топор но я не очень хороша с острыми предметами и всем таким что если я случайно отрублю свою ногу хааа нет я ты можешь оказать мне честь порубив немножечко деревьев штук восемь ну нормально будет давай будь осторожен это считается за дерево я не думаю вот это такое прям дерево дерево уже готовое но нам оно не годится вот какие конструкции составляет ум нашего героя сколько условностей вводит на пути к чему-то к чему бы то ни было плод какая-то рыжая симпатяшка дурнушка ну ты дерево или нет нет понял все не буду больше тебя тыкать так да да цитаты из песни в любой строкульт забавно забавно о какой злобный цветок судя по всему он захочет на меня напасть о он уже на меня нападает ничего себе а у меня нечему препятствовать то на расстоянии мне нужно побыстрее с ними сближаться значит вот так оказия вот так оказия то не избежать не избежать попадения вот зачем он такое себе устроил испытания не контролирует собственное сознание с ума сошел у него скиза началась так неча тут языки свои показывать в приличном обществе язык держи ой у меня пробел не нажался ну что я могу поделать поэтому я обычно на всяких там шутерах таких шустреньких да типа клейка ставлю прыжок на на правый клик уж пробел пробел большая кнопка да если клавиатура старая и такая знаешь самая простецкая самая самая обыкновенная там то может случаться так что какие-то кнопки особенно большие могут не на всем своем протяжении работать не во всей своей длине ну допустим нажимаешь с края он работает нажимаешь там с центра он работает нажимаешь чуть вот между краем и центром уже все уже нет направо тянуться это такие руки большие ой где тут еще вот и последнее мы пойдем делать то что нам заказала какая-то наша бессознательная часть кто бы мог подумать так аптека 1 2 3 4 да и все части тела на месте и все брюна какие нам нужны положи-ка дай-ка я положу их сюда тебе может не понравится моя идея но видел ли ты черную дыру под нами я очень люблю пауков понятно когда я прибыла сюда этот остров был населен ими она дергается ну так что взяла этот топор и согнала их на край чтобы они спрыгнули они упали я увидела как они засасывались в эту черную дыру ну я это уже делал я тоже там был ты предполагаешь что я должен туда прыгнуть ты поехавшая что ли совсем зажми свой нос когда будешь прыгать о погоди нет это это же не в воду ты будешь погружаться ну в общем пофиг ну так как я уже туда прыгал я могу повторить это без проблем зачем мне это надо ха ээээээээ фани забавно хм ладно не могу по тебе стукнуть поэтому не буду а по тебе могу стукнуть а по тебе могу стукнуть а почему потому не могу хочу потому стукнуть когда нужно сильно на одном уровне находиться с ними в платформерах я кстати тоже вот кто может еще не знает люблю все почасовой обходить по графу поиском в глубину но паутинку можно снести паутинку нужно снести точно туда нити нужны пустота и почему я выгляжу здесь так что то у этого героя нашего нужны какие-то интересные есть детали в биографии судя по всему и последняя паутинка я могу с запасом взять что ничего себе все возьму возьму более чем ой сколько их тут 1 оставлю буду надеяться что это самка и она произведет здесь потомство уже готовится к этому чтобы кто-нибудь следующий кто появится в этом сложным чрезмерно усложненном сознание бессознательным мог пользоваться плодами этих пауков тоже но погодите а как отсюда выйти ладно локи-доки локи извини паучишка и что я я напрасно лишил ее жизни букашку эту ничтожную было ли ли было ли да там куда вовсе появился выход некоторые дни в некоторые дни это сложнее чем обычно отпустить иллюзию контроля и смертельно боюсь мысли что мне нечего сказать нечего сделать с моим опытом нахождение здесь чем больше я борюсь тем сложнее становится и тем чуть хуже я себя чувствую так я отпускаю у меня на ките а а вот и плод что сидишь качаясь о я я ты вернулся у тебя получилось я смысле я знал что ты сможешь никаких сомнений у меня не было ничего ничего ты принес ниточки так что давай построим этот плод и давай весь серп также хотела сказать тебе это у тебя паутинка на лице очень интересно вытереть лицо налево вытереть лицо направо ну я я бы направо сделал что это значило интересно что 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 это это что за проверка была такая мне кажется это что-то значило напоет лодка лодка увези нас отсюда увези нас отсюда далеко будущее куда мы направляемся куда она ведет никто не знает интересное местечко я могу глядеться но я не могу с ней побеседовать о-о-о-о вы че сделаете что еще тут какой-то экшен экшен акцион какой-то тут делать надо замедляясь у скорее всего не вариле ничего себе вау ну да да я понимаю почему это в тегах стоит психологический хоррор не что-то страшно это что-то будоражащие что-то заставляющее не самые светлые открывать для себя вещи не свои возможно а возможно даже свои на маленьком плоту не знаю насчет тебя но я проваливаю пока ну я приглашу ее в свой таверн лимба что же интересно потом из всего этого выйдет могу ли зайти здесь могу я доверяю свою веру своей судьбе вкладываю веру в судьбу позволяю действовать себе по-своему я просто наблюдаю все выглядит так будто решается само по себе так как как бы если я это как 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 если бы я был наказан за попытку отклониться от сценария я должен был сдаться поддаться и жизнь продолжилась бы и стало бы лучше чем раньше таверновый лимба здравствуйте здравствуйте эй клёвое тут местечко у тебя наконец-то могу спокойно вздохнуть даже когда ты ушел здесь есть другие так что я не одинока у тебя тут что барабанные палочки да ты барабанишь нет конечно же глупыш или не то чтобы я прям в какой-то группе там бывали типа того я просто люблю стучать по столу или любому другому пространству чтобы избавиться от излишней энергии тоже кстати раньше любил постучать лет десять назад так привет 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 давно не виделись ты знаешь это я здрасте вот и промок хе-хе вот приключенец это было должно быть согрейся у камина перед тем как отправляться куда-то еще до обязательно в любом случае я знаю у тебя опять много вопросов ну типа того что что происходит и почему это все случается ну я думаю что настало время тебе встретить кое-кого у кого есть много ответов он особенный так что мы поглядим об этом подумаем посмотрим что тут получится я открою для тебя дверь спасибо хорошо снег погреюсь ну даже ачивку за это дали что же теперь сначала я был любопытен наивен и силен что снаружи коробки я соединяю точки я искал день и ночь продвигаясь вперед в своей битве затем я понял что я нашел я потерял свой рассудок с первая встреча с кем бы то ни было дадут ли не дают видать не больно надо так это что я ем себя чтобы выжить я убиваю себя чтобы выжить я сношаю себя чтобы выжить кто я какие загадки тут ну какие загадки тут интересно интересная комната что по немецки что-то такое слово построено таким образом чем я стал чернобог о прямо сразу в шутере блат себя вспомнил интересно интересно с бессонницей ничто не является реальным все удаляется все далеко все является копией 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 когда у тебя бессонница ты никогда по-настоящему не спишь и никогда по-настоящему не бодро бодро плюс ноль плюс один плюс один плюс два плюс три плюс пять плюс семь плюс тринадцать ну где вот оно что-то он тут математикой балуется ну привет его или ее зовут д и так ты появился здорово кто ты однажды ты был мной или ну мы одно и то же в одно и то же время время не имеет значения или субъективное но в каком-то смысле в одном вот в какой-то в какой-то момент вселенная была сфокусирована на мне на моей истории и теперь она сфокусирована на тебе кто назначил тебя сюда и почему ты все еще здесь долгая история но я думаю что я поместил себя сюда для собственной же безопасности и я остаюсь здесь потому что я мертв я едва ли функционирую я едва ли являюсь функцией сейчас функции основанные на том чем ты однажды был чего ты достиг когда ты был мной ты хотел чтобы я остался функцией чтобы я смог объяснить тебе что мы такое если ты мертв и все еще здесь то что есть смерть ну перед тем как мы определим смерть нам нужно определить жизнь и в особенности как ты определяешь жизнь это сложно не так ли но я думаю что ключевой момент здесь должен быть сознание в осознанности мы здесь мы осознаем это мы имеем сознание ну или по крайней мере ты и так если ты бессознателен ты мертв не так ли когда я мертв я исчезаю в тьме это то что ты предполагаешь что случается когда ты умираешь и вот ты здесь тем не менее спрашиваешь все эти вопросы помнишь что-нибудь перед своим рождением нет может ли кто-то сказать что ты мертв потому что ты был жив или это или в таком случае когда ты когда ты мертв ты можешь стать живым и когда ты жив ты можешь стать мертвым это круговорот это такой округлый паттерн не так ли ну правда в том что нет нет такого момента где ты настоящий ты не сознателен не обладаешь сознанием ты всегда здесь ты однако обычно не помнишь своего перемещения из одного тела в другое из одного сна в другое так я полагаю я не должен бояться смерти нет не больше чем должен бояться жизни не хотел бы я чтобы чтобы я пришел к этому пониманию пока был жив я прошел через свою неплохую такую кучку страхов ну социальная тревожность страх смерти страх любой ситуации над которой я не обладал контролем в общем не важно где мы остановились если смерть иллюзия я мертв или жив мертв жив оба состояния одновременно ни одно из них не имеет значения ты просто ты ты есть любое определение живого будет чистой субъективностью единственное общее что они будут делить это то что ты сознателен так если я жив мертв что что бы там ни было есть ли здесь бог не знаю а есть ли да я тебя спрашиваю ну хорошо давай определимся в терминологии что есть бог для тебя бог это концепция которую ты определяешь здесь в этой реальности в этом измерении никто не существует кроме тебя нет святых скриптур святого писания которая сказала бы тебе что думать и о чем не задавать вопросов в твоем самом базовом состоянии сознательности ты найдешь любой ответ который тебе нужен но ультимативно окончательно в конце концов этот ответ только для тебя и тебя одного принуждая других разделять взгляды в общем это не то не то что нужно это способ самого себя сбить с толку не думаю что это ответило на мои вопросы если ты желаешь найти бога начни поиски зеркала если ты что-то поймешь у тебя будет определение концепции бога и ты сможешь вернуться ко мне и дать мне знать до чего ты дошел окей прошу прощения за такое количество информации и к сожалению будет ее еще больше в следующий раз пока что подумай немножко и передай привет ульрих от меня хорошо но я думаю чтобы развести его на какие-нибудь еще вещи нужно спросить удивленно что ты знаешь тоже знаешь ульрих а он да это все таки он мужчина да он был моим духовным наставником однажды он тоже был жив он прошел через его собственные поиски ко мне и начал я начал свой свои поиски истины а теперь и чем мне надо отдохнуть и сидит тут отдыхает весь такой а вообще предлагаете кстати ответы свои на этот вопрос даже можно так вот какой ответ бы тебе пришел в голову на этот вопрос до того как мы получили оттуда исходящую информацию и какой ответ после интересно 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 внешние границы это что это 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 делать ошибок на автопилоте я улучшил свои шансы пытаясь выжить мертвый листочек танцует но это не есть жизнь лимбо ну и мне кажется что это вполне себе хороший момент чтобы остановиться пока что да да конечно давайте до свидания до следующего до потом а пока пока